МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! В прямом эфире ток-шоу Владимира Соловьёва «Поединок». Сегодня в Белоруссии хоронили погибших при взрыве в Минском метро. Взрыв потряс не только своей жестокостью, но и бессмысленностью. До недавнего времени Белоруссия считалась островком спокойствия и безопасности. Кто бы ни стоял за этим преступлением, важно одно – никакая политическая цель не может быть оправдана гибелью ни в чём не повинных людей. Мы скорбим вместе с белорусским народом. Субтитры подогнал «Симон» Власти Белоруссии объявили, что преступление раскрыто. Исполнители, арестованные, дают признательные показания. По белорусским законам им грозит смертная казнь. Но остаются вопросы, против кого направлен этот теракт, кто его организаторы и кому выгодна дестабилизация ситуации. В Белоруссии произошёл чудовищный террористический акт. Ответственность за расследование этого взрыва взял на себя Лукашенко. Я боюсь, что это будет такая же судьба, как у предыдущих трёх взрывов, за которые он брал ответственность за расследование на себя. Режим виноват в том, что совершены эти взрывы. И я постараюсь сегодня это показать. Господин Шушкевич, 20 лет назад вместе с Ельцином Провчуком вы подписали Беловежские соглашения, незаконно разрушили СССР. И все 20 лет на всей территории бывшего СССР идёт война. Идут взрывы, теракты. И трижды уже взрывали Белоруссию. Всё это делают антирусские, антибелорусские силы. И вы, в том числе, один из виновников этой агрессии против славянских, русских и православных народов. На поединок вызывается первый руководитель независимой Белоруссии, председатель социал-демократической партии Станислав Шушкевич. На поединок вызывается заместитель председателя Государственной Думы, лидер либерально-демократической партии России Владимир Жириновский. Уважаемые телезрители, присоединяйтесь к нашему обсуждению, звоните и пересылайте сообщения на номера, которые видите на экране. Голосуйте за того из оппонентов, позицию которого поддерживаете. Итак, господа, ваш поединок начинается. Я хочу сказать два слова. Давайте не отступать от темы, Владимир Вульфович. Я хочу попросить вас, Владимир Вульфович, вас, Володя и всех остальных, почтить память тех, кто погиб в Беларуси в этом террористическом акте и в других террористических актах, которые имели место на территории Беларуси. Исчезнувших политиков бесследно, почтить их память вставанием. Спасибо. Вы считаете, что это кому выгодно? Всегда, когда наш режим попадает в трудное положение, происходит что-нибудь такое, что заставляет людей обратить внимание на другое. Сейчас мы переживаем экономический кризис. Если кто-нибудь будет говорить, что его нет, если кто-нибудь будет говорить, что Беларусь благополучна, Беларусь цветет, в Беларуси своевременно платят пенсию, зарплату, это, в общем-то, сказки. В значительной мере вот по какой простой причине. На беларусов медленно насунуто вот это ярмо поганой экономики, плохой экономики, нелиберальной. Давайте будем оперировать цифрами. Российский рубль и белорусский рубль произошли от одного рубля, от советского. Сегодня за российский рубль дают 105-110 белорусских рублей. Кроме того, у нас динаминация была в 10 раз больше. Значит, в 1050 раз ослабла белорусская валюта по сравнению с российской. Значит, в 1050 раз пережили вот это ослабление, эту инфляцию больше белорусы, чем россияне. Почему же кто-то здесь верит той пропаганде, что Беларусь цветет и пахнет, и добивается больших успехов? Режим сейчас попал в очередное трудное положение. Ему нужно выйти из этого положения. И вы знаете, как не кстати произошел. А какая у вас пенсия? Моя пенсия 1 доллар в месяц, 3200 белорусских рублей. Она как раз показатель, как обесценилась белорусская валюта. 1 доллар в месяц? 3200 рублей. Сегодня уже это меньше доллара, потому что за 3500, за 4000 белорусских рублей дают 1 доллар сегодня. Так что такая моя пенсия по личному декрету Лукашенко. Он закрепил мою пенсию на уровне 1997 года. А у обычных граждан Беларуси какая пенсия? Вы знаете, я бы мог получать обычную пенсию сейчас, она бы составляла 110-120 долларов. Но я не унижусь до того, чтобы отказаться от пенсии главы государства. Пусть он платит мне 1 доллар. Я иногда получаю гонорар больше, чем моя пенсия. Я думаю, всегда. Да, Владимир Владимирович? Станислав Станиславович, вы упрёк сделали мне. Не отходите от темы. Но мы не можем оценивать события 11 апреля, не понимая, что этому способствовало. Неужели вы думаете, просто так белорус сошёл с ума, пошёл в сумку, взорвал и сидит дома хохочет? Вы же понимаете, что всё это было, случилось 11 апреля и до этого в Минске и Витебске, это всё звенья одной цепи. Мы разрушили страну нашу. Даже, даже если это сделал просто один белорусский юноша, там, 27 лет, он это сделал протест против власти. Вы правы. Но эту власть установили в 1991 году. Мы не требовали расчленения СССР. Это вы требовали. Вы собрали. Вы пригласили. Понимаете, вот сегодня хорошо, что вы здесь стоите. Вы зачем Ельцина Гравчука позвали? Почему Беловеческая пуща ближе к польской границе? Чтобы легче было сбежать. Почему незаконно расчленяете страну? Вы понимаете, что вы? Всех граждан СССР свели с ума. Не мы стали сумасшедшими. А вы трое сумасшедших нам объявляете. Нету СССР. Ну как им расти? Этому мальчику было 7 лет. Что ему мама сказала или папа? Нет больше страны нашей. А что есть? Есть воры. Есть олигархи. Есть негодяи. Все у нас высасывают, выкачивают и уезжают за рубеж. Есть дела и демократия. Демократия на западный образец. Кто за запад? Для тех демократия. Для тех свобода. Кто патриоты? Их разгоняют. Их мучают. Над ними издеваются. Поэтому 11 апреля напрямую связано с 8 декабря 1991 года. Несмотря на то, что прошло 20 лет, но ситуация именно в этом. Наши граждане протестуют. Мы не хотим жить в тех условиях, которые вы нам создали. Понятно. Но тем не менее это случилось 11 апреля. Вы 20 лет в Думе создаете другие условия. И ничего у вас не получилось. Грабят эту Россию, вывозят капитал за границу. И в общем-то оставляют россиян в дураках. Минутку я не кончил. Минутку я не кончил. Лучше, чем у вас. Минутку я не кончил. Теперь сейчас опубликованы, раньше на 10 лет рассекретили архивы скандинавы, шведов в первую очередь. Что они пишут? Угроза гражданской войны в Советском Союзе была как нельзя более сильной. И воевать... Смотрите, Миттеран против, Коль против расчленения Союза, Тетчер против, все против расчленения Союза. Потому что ядерная держава дикая, она будет расчленить ядерное оружие и будет угрожать всему миру. А мы собрались в Беловежской пуще и решили этот вопрос без единой капли крови. И не надо вам уподабливаться, в общем-то, коммунистам. Вы же, в общем-то, их достойно критикуете. Данислав Станиславович, в Минске и в Беловежье не было никакой угрозы. Гражданской войны. Откуда вы ее взяли? Это ваше мнение. Я жил в Казахстане. Я служил в Грузии. Как юрист объезжал всю страну, я нигде не видел ни одного признака надвигающейся гражданской войны. Никто не говорил «Долой СССР». Да, жили бедно. Да, были проблемы у нас. Но мы жили в более великой стране. И в более свободной, и в более чистой, чем сейчас. В эту грязь, которую вы нам дали, мы ее не хотим. Не хотим ее. Поэтому этот взрыв, взрыв, это ненависть. Ненависть тех, кто до сих пор недовольны тем, что не до конца расчленили. А кому это выгодно? А вообще с Атаманской империей мы уже покончили или нет? Внешним силам это выгодно. Это не делают внутреннюю оппозицию, ее нету. Она слабая и не способна, и не хочет этого ничего. Это не нужно Лукашенко. Он уже четвертый раз президент. И как бы вы ни хотели, большая часть народа его любит, его хочет. Это христиане, это рабочие, которых всегда было большинство. Может быть, вы интеллигенцией страдаете. Владимир Вольфович, вы противоречите сами себе. Я взял в интернете ваши исказывания о Лукашенко, начиная с октября прошлого года. Да, да, согласен заранее. Нельзя оставаться у власти. Я вас выслушал, помолчите. Хорошо, говорите. И вы знаете, до того вы не понимали, что такое Лукашенко. Вы говорили, славный парень. Пусть он, в общем-то, живет и здравствует, и ведет Беларусь вперед. А потом вы поняли, знаете, мне стыдно сейчас читать. Пожалуйста. Я его ругаю меньше, чем вы. Понимаете? Вы говорите, что он не пользуется поддержкой более 20-30%. Потому что Лукашенко не может арестовать Владимира Вольфовича, а вас может. Вы абсолютно правильно говорите, что он не имеет поддержку не более 30% по одной простой причине. Он фальсифицирует выборы. Вы же должны быть, если вы такой патриот России, прежде всего, за справедливость. Он против справедливости. У вас есть какое-то человеческое еще чувство достоинства, чтобы отстаивать справедливость. Я полностью согласен. Вы по-своему понимаете Советский Союз. А я еще раз говорю, весь мир констатирует то, что мы предотвратили гражданскую войну с самого страшного толка. Ложь. Не было. Не было. И подтверждение того жертвы. Даже сегодня у нас никто не хочет воевать. Даже сегодня под режимом Саакашвили грузины хотят жить в России. Любят Россию. И узбеки под режимом Каримова, под режимом Рахмона, Назарбаева. Они завтра снова соединятся. Завтра, завтра, снова, если проведем свободный референдум, все народные бывшего СССР, 80%, скажут восстановить СССР. Восстановить. Но, вы правы. Мы же не говорим, что хорошо, когда сидят по 20 лет у власти. И Лукашенко, и в Средней Азии. Это мы с вами согласны. Мы все хотим. Вот мы поэтому вас и всех ненавидим. Вы нам обещали демократию. Что вы нам дали? Авторитарные режимы, фасификацию, потасовку. Владимир Владимирович, я все жду, когда вы уговоритесь. Смотрите, это не мы вам дали. 20 лет народ ждет, Зариновский так и не уговорил. Вы же первый президент Беларуси. Вы сидите в Думе. У нас есть первый президент. Вы сторонник сейчас президентских республик. Я вам могу привести ваши цитаты. Сторонник президентских. Я заранее согласен. Мы создали президентскую республику, которая существовала 5 лет. А потом неук, понимаете, необразованный человек, который имел сильную волю. И умные, достойные, порядочные люди, которые сегодня исчезли. Политически они исчезли. И физически исчезли. Они подумали так. Мы его научим, что делать, а он своей волей проткнет. А он их отправил в мир иной. Понимаете, это совершенно однозначно. Вот это мы и не хотели. Как вы не можете понять? Да, я могу понять, что вы хотели. Но мы же тоже этого не хотели. Вы хотите ругать старое и не умеете творить новое. Пора научиться. Это серьезно. Мы как раз новое творим. Вот вы же сейчас... Ой, мы натворили в последнее время новое. Вы понимаете, что мы все сегодня отрицательно оцениваем то, что произошло у нас. У всех. Не только у вас, Белоруссии. Подождите. Вы посмотрите. Вот это творчество новое. Это что, взрыв в Минске? Какое же это творчество? Нет, Занислав Заниславович, в 90-м году, когда первый раз Лукашенко выдвигали, я из Москвы кого поддержал? Лукашенко? Нет. Кебича. Я и тогда понимал, что человек не должен быть. Вы были сторонником административного ресурса и чувствовали, что он приличный. Вы поддержали несправедливость, а личность, которая вам казалась наибольшей проигрышей. Вы проигрывали автоматически уже. Как у нас есть, например. Как Равчук. Когда меня отстранили от власти, я ушел. Признак демократии, при которой только может быть достойное, в общем-то, отношение к людям, уважение прав человека. Признак демократии, это прежде всего сменяется власть. Согласен. В некоторых республиках это происходит. И у нас Ельцин ушел. Нет. Вообще ушел. У вас административный ресурс подавляет сегодня все. Совсем ушел? У вас ни один не умер. У нас же уходит совсем далеко туда. Понятно. А у вас все живы. Значит, хорошая жизнь у вас. И пенсия неплохая. Глава Руси, не смущает, что так быстро нашли исполнителей? Ну, республика маленькая. КГБ очень сильная. Оно полностью модель советского КГБ. Там никакой реформы не было. Там все тех, кого научили давно, это профессионалы. И сегодня они будут делать и в пользу Серпая Молота, или в пользу Лукашенко, в пользу, допустим, того же Ющенко могли делать. Но если они такие профессионалы, почему они сейчас раскрыли за день, а два предыдущих теракта несколько лет не могли раскрыть? Объясняю. Тогда не было жертв. Тогда решили, пусть это уйдет все. Жертв не было. Нам так объявляли. Никто никого не убили. А Миколуцкий был убит и президент сел в Беларуси. Терактом убит был. Витебский. Витебский. Был убит. Это один человек в другом месте. Ну, вам что, хотелось больше? Получилось так, что один могли убить больше. Вот. И не раскрыт теракт. Не раскрыт. А теперь, смотрите, вы говорите советский. Вы, в общем-то, уподобляетесь Сахарову. Спасибо вам за это. Сахаров в 98-м году сказал, что СССР есть одна структура, которая обладает высоким профессионализмом и которая не коррумпирована. Это КГБ. Вот. Но я хочу вам сейчас сказать так. Профессионализм ушел. У нас в КГБ дизбелизм. Потому что туда позвали людей, которые бьют демонстрантов, калечат подростков, вот таких вот девочек маленьких. Ломают им ноги, разбивают головы. А профессионалы, которые умеют раскрывать преступления, они не нужны. Потому что бей вот этих самых, они будут говорить, за остальных мы сделаем виноватых. Мы их найдем психом. Бей, есть полиция общественной безопасности и раскрывать, есть агентура и специалисты, которые на улицу никогда не выходят. Да, агентура и общественные бюджеты занимаются КГБ, им не надо руководить. То есть у вас есть в Украине ощущение, что это не совсем корректно, то, что нам говорят, что именно схваченные... Психи. Ну, психи, не психи. Психи может подтолкнуть, вы знаете, умелый профессионал, профессиональный шпион очень хорошо подтолкнуть. Как было в советское время, за что если человек против советской власти, то он уже изначально душевно больной. Ему ставился диагноз вяло-текущей шизофрении. Исходя из этого определения, если подумать, то как может нормальный человек не в условиях войны, не в условиях защиты своей семьи убивать ни в чем невинно. Вот я объясню, почему сейчас произошло. Это изначально люди нездоровые. Я объясню, почему сейчас. 19 декабря прошли выборы. Давайте. Побеждает Лукашенко, жестокий действительно разгром оппозиции, кто вышел на улицы. И она обозлена, эта оппозиция. Но они давно уже ездят на Запад. И все туда пытаются уехать. И кто-то сел в тюрьме. И им нужно отомстить. Отомстить нужно. Потому что действительно правильно, дубинками. Хотя это делают и в Париже дубинками. И в Лондоне, и в Америке. И сейчас вообще бомбят в Африке целые страны. Поэтому Запад в этом смысле не надо нам ставить пример. Везде власть защищает себя. Везде органы безопасности. И делают все, что в их силах, чтобы защитить действующую власть. Но везде, в большинстве случаев, в рамках закона. Но закон тоже разный у нас. Для Ливии один закон, для Туниса другой. В рамках того закона, который есть в этой стране. А у нас отличия. Для Саакашвили третий закон. Можешь воевать, уничтожать. Так вы не договорили. Так это месть. Они мстят. Белорусская оппозиция поняла. Все. Нормальным путем власти не прийти. И выезжают туда, а там спецслужбы ждут. Там полно центров. На Западе. Значит там не вылезают. Брюссель, Страсбург, Париж. И там сидят спецслужбы всего мира. Говорят, давай, ребята. Так давайте отомстим. Давайте, поможем. И естественно. То есть 2.15 возле бани остановится такси. Вам дадут батон с гравчаткой. Отнесете мне ее. Определяют время. Место. Метро. Наибольший из нас. Понедельник. Вечером. Час пик. И это сразу ошарашит всю Белоруссию. Дорогой мой. Это ваши полиционеры. Вам бы писать. Детективные романы. Занимательные детективные романы. Да у нас это было. Вот вы знаете, я сюда. У нас царя убили. Царя убили. У нас. У вас еще никого не убивали. Кстати, вы с Машеровым разобрались? Нет, это не я должен был разбираться. До нас надо было разобраться. Да, это тоже был непонятный. Замечательный Белорус был. И вдруг выезжает грузовик на встречу. Это я должен с Машером разобраться. Да, в Белоруссии. Я тогда был университетским профессором. И что не разобрались? А вы тогда были юридами и тоже не разобрались. А вы не разобрались. Вы профессионал. Вот давайте разбираться. Давайте не смотреть в прошлое, как можно меньше. И ваши пенсии пересмотрим. Переезжать в Москву будет большая пенсия. Я пока способен зарабатывать больше, чем пенсия. И я никогда не унижусь перед этим человеком, чтобы просить у него нормальную пенсию. Я попрошу его. Подождите. У вас с 1 мая будет пенсия 200 долларов. Да я думаю, вы сами ее и будете платить. Это будет проще, чем если вы будете платить. Я позвоню лично Александру Григорьевичу. Он хороший президент. Вы не договорились. Просто начали важную мысль говорить по поводу того, что вы были в Брюсселе. Так вот я был в Брюсселе. Вот среди тех, кого вы называете негодяями, мерзавцами и прочими. Вы знаете, у меня другое впечатление. Люди хотят жить в мире. Они сейчас хотят найти способ устранить эту величайшую несправедливость. Когда они объединились в Евросоюз, а некоторые страны, Болгария, Румыния, в общем-то подтягиваются очень слабо. Но те, у кого руководители были мудрые и не смотрели в тыл, а смотрели вперед, например, Дзуринда в Словакии, посмотрите, слабее была Словакия, чем Чехия. А сейчас она на Евро, она, в общем-то, простите, цветет. Она прекрасная страна. И никакого скандала, никакой драки, никаких терактов. Понятно. Вам все страны цветут из гостиничного номера. Вы походите там. Я там был очень широко в Братиславе. По Брусселе ходили, по рынкам, по баням, по вокзалам. Ходил по рынкам и по баням, не только не ходил по домам терпимости. Понятно. Факт хождения по баням, прошу внести в протокол. Присаживайтесь, пожалуйста. Присаживайтесь. Сейчас как раз есть возможность отдохнуть, раунд завершен. А я тем временем побеседую с нашим третейским судьей. Ну что, я сажусь. Садитесь. Слушаю вас. Такое впечатление, что вы все-таки уходите от темы, от основной темы теракта, в область таких достаточно абстрактных исторических обобщений. Это во-первых. И естественно, он в этой области вас побеждает, потому что, ну, конечно, история за последние 20 лет, она была неоднозначна. Это во-первых. Во-вторых, все-таки, мне кажется, вам нужно продемонстрировать позицию белорусской, скажем так, оппозиционных сил по отношению к России. Не надо оппозиция. Лукашенко доволен. Все, на пять лет режимы с Москвой отношения налаживают. А оппозиция, она не сама решила это сделать. Но когда они едут туда, там говорят, ребята, есть варианты. Давайте подумаем, вот такой вариант. Как сделать нестабильную ситуацию. Ну, еще раз напишем. Мне кажется, не надо давать им все время уходить вот это вот начало 90-х, потому что много воды уже утекло. И прошли уже и 90-е, и 2000-е закончились. И все время упопрекать современную политику вот этими 90-ми и какими-то действиями, которые были 20 лет назад, мне кажется, это полная глупость. Поэтому надо... ...с того, насколько обесценил своих рубль в белорусске, а закончил выступление тем, как хорошо быть на евро. Поэтому здесь четко прослаживается линия, что те страны, которые не прогнулись под соблазном вступить в НАТО, либо в Евросоюз, у которых теплые отношения с Россией, им пытаются намекнуть, что если будете дружить с Россией... Сегодня наш третейский судья, директор Института Российской Истории, член-корреспондент. Неправильно сказал, Андрей Николаевич? Советник Ран. Теперь Советник Ран, как все меняется в нашей жизни. Но от этого не перестаете быть замечательным историком, Андрей Николаевич. Спасибо. Андрей Николаевич, получается, что наше традиционное убеждение, что если в стране жесткая власть, практически закрытые границы, близкой к тоталитарному построению общества, то есть безопасность, разрушенная этим кровавым терактом в Минске. То есть безопасность на демократические свободы не торгуются. Видите, в чем дело? Проблема безопасности – это проблема относительная. И никакой режим закрытый, тоталитарный, авторитарный, он не может гарантировать безопасность. Дело в другом. Сегодня мы обсуждали эту проблему, и я встретил две точки зрения здесь, столкнулся с ними. Это проблема, высказанная человеком демократического настроения, демократического убеждения, господином Шушкевичем, который возглавил вот эти демократические процессы в Белоруссии, которые оказались впереди процесса, впереди жизни. И не только там, но и в России, и в других сопредельных наших государствах, они не нашли поддержки среди масс, которые в этом смысле отставали от тех идеалов, которые эйфорически пропагандировали и пытались осуществить демократы. Что касается Владимира Больщева, человек универсальных взглядов, он высказывает свою сегодняшнюю точку зрения в преддверии грядущих сегодня политических перемен в России, и это вполне понятно. И все дело сейчас свелось к проблеме распада СССР. Ну, я когда слышу, когда мне говорят о том, что распад это глубокое горе, это трагедия, с другой стороны, господин Шушкевич говорит, потому что это проблема, связанная с тем, что избежали гражданской войны. Я помню, как действительно кровь лилась и в Фергане, и в Грузии, и в Вильнюсе, и в Риге. Повсюду полыхали вот-вот огромные пожары, которые могли загореться и спалить всю страну. Я думаю, что в этих условиях уже подготовленный распад СССР, он был подготовлен заранее, был подготовлен в период Горбачева, нежеланием отказаться от власти, нежеланием отказаться от номенклатуры, от того, от всего, от пятого, от десятого. Это была плата за ликвидацию старой системы, за ликвидацию коммунизма. А за что плата вот этот теракт? А что касается теракта, вы знаете, с терактом это ведь очень сложный вопрос. Вот вы совершенно верно говорили, что непонятно то, непонятно другое. Дело все в том, что когда режим начинает качаться, вдруг неожиданно появляется какая-то очень серьезная проблема, связанная с огромной радостью народа, которая сплачивает народ. И с огромным горем народа, который тоже сплачивает народ. И в ходе вот этого, этой радости, или в ходе этого горя, власть начинает народ куда-то звать. Куда звать народ? Это современная консолидация. Совершенно верно. Вот я вспоминаю как раз такие моменты, когда 1932-1933 год, Германия, пожар Рейхстага, попытка сплотить нацию, позвать ее. Куда позвать? Да вот все туда же, понимаете? Или, например, вопрос, связанный с убийством Кирова. Убийство Кирова сразу пропагандистски сплотило народ. Враги народа и прочее, прочее, прочее. Так вот, куда этот теракт зовет народ? На какое сплочение? На борьбу с врагами, на борьбу с внутренним врагом, с внешним врагом. Проблемы с экономикой тяжелые, проблемы с оппозицией тяжелые. Демократической свободы недостаточно, они задавлены. И вот в этих условиях вдруг появляется вот такое явление, как теракт, который действительно взбудоражил всю Беларусь. Так что узнаем, кому выгодно послушать. Совершенно верно. Вот это вопрос очень серьезный. И, конечно, мы не можем никого обвинять сегодня, что кто-то организовал, а кто-то сподобил вот этот теракт. Но вот это совпадение действий власти, действий власти, вот этого горя и радости с теми проблемами, которые существуют в стране, это факт абсолютный. Спасибо вам большое. Продолжайте голосовать. Через несколько минут продолжим. Сегодня мы говорим о теракте, который произошел в Братской Беларуси и пытаемся понять, кому и зачем нужно было это страшное преступление. Слово нашим экспертам. Понять очень просто. Выборы Лукашенко проиграл. Вы с этим тоже согласны, Владимир Вольфович. Он набрал не более 30 процентов. На тех участках, где был подсчет голосов, он везде, в общем-то, набрал гораздо меньше 50 процентов. Кое-где больше, чем другие. Но суммарно остальные кандидаты набирали больше. Значит, у нас должен был быть второй тур. Разбой этот был ученен так, чтобы отвлечь внимание от подведения итогов выборов, а потому что вот побили демонстрантов и им пришили то, что они хотят сделать переворот. И теперь второй миф. Хватит говорить о том, что у нас оппозиция антироссийская. Это абсолютная чепуха. Абсолютная. Без России у нас нет, в общем-то, нормальной жизни, потому что 1560 километров открытой границы с Россией. Понятно. Близость менталитета, близость языка. Но сейчас время экспертов. Первый раз в Москву приехали. На Запад тоже надо есть, чтобы посмотреть, как надо жить по-человечески. Господин Цепко, прошу вас. Честно говоря, в трудном положении, потому что я никогда не знаю, вот как верить Владимиру Вольфовичу. Совсем недавно я слушал Владимира Вольфовича, который, когда у нас показывали фильм «Крестный отец», на мой взгляд, это была большая ошибка руководства страны. Владимир Вольфович активно поддерживал этот фильм, критиковал Лукашенко. Вы имеете в виду не фильм Марио Пьюза? Да, я имею в виду наш 3-3, это «Крестный батька». Да, «Крестный батька». Крестный батька. Теперь Владимир Вольфович активно защищает Лукашенко и говорит довольно справедливые вещи, что Лукашенко все-таки выражает интересы большинства страны. Но я буду говорить о своем мнении. По моему глубокому убеждению, то, что произошло, отражает действительно драму становления постсоветских государств. И вот трагедия обнажилась, по-моему, как раз в Беларуси, мы этого не ожидали. Несомненно, Лукашенко, по моему глубокому убеждению, был адекватен к периоду становления новой болезненной государственной. Ручное управление отвечало этой психологии. Но трагедия состоит в том, наверное, мне кажется, глубоко убежден, что это внутренние причины, отнюдь не внешние, состоит в том, что общество устало от такого типа политических структур, от такого управления. И ситуация совсем непростая, она драматическая. Я глубоко убежден, что действительно здесь все говорят об этом, что оппозиция в Беларуси не может выдвинуть лидера адекватным сложнейшим условием сохранения благосостояния экономики и жизни страны. Но, с другой стороны, тот тип руководства, который предлагает Лукашенко, по крайней мере, значительная часть интеллигенции, общество устало. И эта проблема чрезвычайно сложная и драматичная. И, на мой взгляд, она затрагивает не только Белоруссию, но и затрагивает во многом Россию. Потому что этот взрыв объективно, я не верю, что это антирусские силы, объективно направлены против нашего Союза. И это усложняет страшнейшую проблему кризиса вот этих по-советских государств. То есть, чтобы оторвать Белоруссию от России? Он, я не знаю, даже может быть и нет такой мотивации. Понимаете, мы говорим о драме, о трагедии. И здесь очень много, честно говоря, политиканства с обеих сторон. Это естественно, что у нас политики перед нами выступают. Но мне думается, может быть, даже и люди, которые шли на это преступление, убивали своих соотечеств. Конечно, это сделали белорусы, это внутреннее дело. Они не отдавали себе отчет, что они, в общем-то, этим фактом и совершают нечто противное и вражебное России. Я отвечу здесь немножко. Значит, я еще раз, еще раз хочу сказать всем, что мы любим Белоруссию и белорусский народ. Но мы тоже понимаем белорусов, они не хотят, хотя бы часть белорусов, и мы все не хотим, чтобы кто-то пожизненно, большая часть, не хотим, чтобы кто-то пожизненно возглавлял наши бывшие советские республики. Хоть Белоруссию, хоть Россию, хоть и дядя. Но если завтра в Среднюю Азию ворвутся талибы, я буду защищать Назарбаева, Керимова, Рахманова, потому что там есть русские. Это внешний враг. Так и здесь. Я не Лукашенко защищаю. Я не хочу, чтобы взрывали Минское метро, как и Московское. Я не хочу, чтобы террористы там были. И почему в Белоруссии сейчас обострилось? Все смотрят на Запад, и вы смотрите. Но все могут дать Западу газ, нефть, солдат. Белоруссия ничего не хочет давать. Лукашенко тоже пошел на Запад, и я это критиковал. Но он не может ничего дать взамен. Поэтому сказали, дай хотя бы демократию. Тогда он должен уйти с поста. Вот поэтому не хочет уйти с поста. Западу ничем он заинтересовать не может. Вот начались взрывы, чтобы убрать его силой, взорвать ситуацию. А это делают ваши. Хватит делать и Запада мракобесие, потому что в той же мере можно делать мракобесие из России. Я думаю, что Беларусь в том месте, где не должно быть тектонического срыва на Востоке и на Западе. Мы должны быть добры с Россией и добры с Западом. У нас нет иного пути. И мы демпфируем такой подход, какой развиваете вы. На двух стуле усидеть нельзя. Нет, дорогой мой. Нельзя. Это не два стула. Или с Москвой, или с Брюсселем. Вы же сами говорили, что произошло в Европе. Были французы и немцы, вечные враги. Пришел, как-то не странно, Черчилль. И выступает в Чюрихе и говорит, избавим Европу от российского варварства, от русского варварства. И Европа начала избавляться. И поняла, и поняла, что не надо от варварства избавляться. Надо самим разобраться между Францией и Германией. Уголь и сталь объединили. Потом план Шумана. И посмотрите сейчас. Все ездят свободно и вроде бы драться не хотят. Почему нам не быть с ними вместе? Понятно. Так с ними вместе вы будете как подстилка. Понимаете, разница есть. Нет, мы будем с ними и с Россией вместе. Россия сейчас ближе к НАПРу, чем Беларусь. Вы будете покупать их товары и перепродавать наш газ и нет. Мы пока продаем России товары, она с удовольствием их покупает. Потому что Россию... Но у вас начался кризис. У нас никто не успеет сказать. Давайте, вот пусть скажем. Потому что мало товаров покупают. Уважаемые господа. Принципиально Александр Гусев, профессор, доктор политических наук. Конечно, мы переживаем все трагедии и белорусский народ, и российский. И тем не менее, очень важно сейчас понять, во-первых, кто стоит за этим терактом. Это принципиально важно. Необходимо все-таки найти. Я не уверен в том, что молодые люди в течение трех дней раскрыли это преступление. Действительно, два взрыва было до этого, в 2005-2008. И в 1997-м еще был взрыв. Да, и тут вдруг сразу, вот в течение трех дней, знаете... И в 1991-м. Но самое важное. И в 1991-м. Владимир Вольфович. Самое важное. Вот в средствах массовой информации появилась мысль. Пока мысль озвученная. Мысль о том, что за этим терактом стоит Россия. Российский след, вернее. Имеет место быть. Вот в этом отношении, конечно, сказать конкретно, там, кто-то в России стоит за этим терактом, наверное, было бы неправильно и нелогично. Но важно, очень важно сейчас, не испортит ли вот эта ситуация российско-белорусские отношения. Так это задача. Для нас... А я вам отвечу на этот вопрос. Сейчас, да. Хорошо ставить вопрос. Да, для нас принципиально важно. И для Беларуси, и для России, учитывая наши связи, да, давнишние, товарооборот, экономические связи, культурные, социальные, экологические, политические в том числе. Семейные. Беларусь больше в этом заинтересована, чем Россия. Мы маленькая структура, понимаете? Понятно. Беларусь заинтересована. И только самоубийцы, самоубийцы, они не могут сделать такое взрывное устройство, они не могут выйти на профессионалов, психи это не сделают. Станислав Станиславович... Искать след России здесь, это абсолютно неправильно. Вы уж меня простите. Так он об этом и говорит. Извините, да. Он об этом и говорит. Да, я говорю не о том, что... Что пытаются навязать. Что есть. Это те негодяи, которые в одинаковой мере враги ваши и враги наши. Это руководители Белорусского народного фронта об этом говорят. Да, вы знаете в чем дело. Белорусский народный фронт, как таковой, сейчас, в общем-то, сильно очень распался. Интеллигенция оттуда вышла. А те, понимаете, юноши, которые, в общем-то, хотят прославиться, могут говорить любые глупости. И не надо их воспроизводить в интернете. Вот я хочу об этом и сказать, что эта ситуация, этот террористический акт, эта трагедия не должна сказаться на взаимоотношениях России и Белоруссии. Для этой цели надо расследовать честные и непредвзятые. Абсолютно. Да, более того... Да, это то, о чем сегодня, находясь в отъезде из страны, сказал президент Медведев, что одно дело взять непосредственно исполнителей заказа, но очень важно понять, кому выгодно, почему произошло и кто за этим стоит. Мы ведь только начали строить единое экономическое пространство. Мы подписали договор о таможенном союзе, да, с 1 июля прошлого года он вступил в силу. Так может, это сделано как предупреждение Украине, чтобы Украина... Так вот, нужно задуматься над этим, понимаете, важно, чтобы, еще раз повторяю, не испортились отношения между Россией и Белоруссией. Санислав Станиславович это отвергает. Очень простой подход. Это все произошло в тот день, когда Путин готовился к поездке на Украину, обсуждать проблему таможенного союза. И поэтому, дорогая Россия, подбрось мне кредит, я буду кормить своих этих негодяев, которые бьют демонстранты, и снова буду блаженствовать в этом положении. Важно, чтобы этого не произошло. Беспредметно так любить человека, который во главе Беларуси, за то, что он устраивает вот такие показы. Да, пожалуйста, прощайся. Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО. Я соглашусь с Владимиром Вольфовичем, что, конечно, исполнение могло быть только зарубежное. Не мог белорус это взорвать. Это радикально противоречит белорусской политической культуре. И какие бы крайности ни были, но ни власть, ни оппозиция, ни, я думаю, одиночка такой теракции решить не мог. С другой стороны, я точно так же соглашусь со Станиславом Станиславовичем, что причины надо искать внутри Беларуси. Если мы посмотрим на те последствия, которые были после предыдущих терактов. Теракт на дне города в Минске 4 июля 2008 года. В отставку входит глава Совбеза. Сейчас под ударом отказываются силовики, которые генерируют, буквально за сутки нашли людей, которые предположительно признались и в этом теракте, и во всех остальных. На самом деле здесь нужно будет ждать появления более убедительных доказательств, чем личные признания. Пока это выглядит, ну скажем так, не очень убедительно. Если силовики, они объективно под ударом, не доказывают то, что они правы, то произойдет смена силового блока. И в этом плане получается достаточно интересная вещь, что белорусское руководство сможет дезавуировать события 19 декабря. Потому что одновременно те же самые силовики являются тем фактором, с которым отождествляются все те брутальности и все те перегибы, которые так или иначе начались 19 декабря прошлого года. То есть Лукашенко переводит гнев оппозиции на силовиков, убираясь себе? Нет, честно говоря, у него появится возможность, и вполне мотивированная, потому что если теракт произошел, то значит, как ни крути, но силовики должны отвечать, что они его просмотрели. Сменить тех людей, с которыми ассоциируются, и на которых лежит ответственность за те перегибы, которые были явно 19 декабря. Хотя опыт российской политической культуры показывает, что теракты терактом, а должности должностями. Абсолютно правильно, но если смотреть на поведение Лукашенко в 2008 году, я просто отталкиваюсь на прецедент, то оно было ровно таким образом. Лукашенко многократно заявил, что он сам командовал разгоном демонстрации, был начальником оперативного штаба. Поэтому возложить вину на силовиков не удастся, но тут есть другой аспект. Лукашенко очень выгодно менять силовиков. Силовики же профессионалы не дураки, они не будут долго терпеть такую власть. И когда они усиливаются до того уровня, что могут его смести, он их меняет на других. Это, так сказать, метод Мао Цзэдуна и Сталина. Это в любой стране мира, любой глава государства боится сильных служб государственной безопасности. Ибо они могут стать над главой. Мы с вами на одной позиции. Но если очень часто менять, это кончится тем, что поменяют главу государства. Сталин менял, и его оставили умирать на собственной даче. Самое мощное КГБ не спасло Сталина. Вот потому что он менял каждый год. Менял, отправлял, расстреливал, и кончилось все плохо. Но понимаете, я, простите, свое скажу. Но мне понравилась ваша фраза. Сталин был умным, образованным человеком. У него был потрясающий интеллект. Кроме того, что у него был звериный инстинкт. А здесь один инстинкт. Насчет ума не очень. Но пока Лукашенко не столько уничтожил, сколько Сталин. Мне понравилась ваша фраза. Вы попросили российские войска ввести в декабре прошлого года. Это замечательная фраза. А вот снова послушайте, что я сказал. Вы и сейчас готовы к этому? Нет, послушайте. А что вы? А как вы сказали? Вы понимаете, я сказал, я в прямом эфире был радио свободы, кстати, из Москвы, ходя вот тут. И там говорят, что вот бьют. Я был в Москве в то время, когда было 19 декабря. Я говорю, что же милая Россия смотрит, когда в Скинвале, в общем-то, начали нарушать права человека. Туда было введено все. И вообще такое, что страх мира. А когда у белорусов бьют, я говорю, где же Россия? Почему-то они предлагают ввести войска. И это обыграли. И это обыграли, что вот я хочу российские войска. Гадает, да в общем-то, перестань Россия поддерживать Лукашенко, не было бы его уже давно. Ну вот перестали мы. А он есть. Нет, его не будет зачем быстро. Потому что все-таки даже 30%... Если вы дадите ему сейчас кредит, он еще выживет на полгода. Но условно его удопит в песок. Мы ЛДПР против. И Киеву и Минску. Ни одной копейки. Наконец я с вами на одной копейки. Костлявой рукой голода задушите вашу оппозицию. И все, кто у вас там мешает России. Нет, а я вам скажу, что белорусов костлявой рукой голода не задушит. Не задушишь, и я вам приведу пояснение. В очередь российскому посольству принимать российские организации, чем Беларусь. Станислав, значит, вас устроит 9-й федеральный округ. В Украине миллионы умирали от голода. И что? В Беларуси ни один человек от голода не умер, потому что мы умеем выживать. Нет, это правда. Выживали и более. И при Лукашенкохе урожая ждали больше, чем в Украине. Все правильно. И российской. Спасибо. Даем деньги. Иван Макушок, главный редактор журнала «Союзное государство». Я в качестве эксперта хочу внести некоторое пояснение. Здесь недоумение вызывает, почему так быстро раскрылось преступление. Напоминаю вам, что большая часть преступлений раскрывается по горячим следам, примерно в первые три дня. Это во всем мире. Или не раскрывается вообще. Вот у нас ладом было. Второе. Вы спрашиваете, почему не были раскрыты предыдущие, которые сейчас, как вы говорите, навязаны преступления вот на этого несчастного полусумасшедшего человека. То есть он, вне всякого сомнения, согласен, нормальный человек на такие жертвы не пойдет никогда. По той простой причине, что сейчас мы уже живем в 21 веке, в этом году, база, которая есть фотографическая, настолько успешно работает, что вычислили его очень быстро. Еще целый день вели этого человека. И проверили, знают, где это покажут в нарушении, кстати говоря, некоторых норм, связанных со следствием. И база строилась не на признательных показаниях, как вы говорите, выбитых из него, а совершенно другом. И признательные показания были уже после того, как и израильские специалисты, и российские специалисты, которые работали там же, признали, что и металл, который был использован в качестве шарики, гвозди, шурупы, на этих с того же предприятия. Это очень легко в наше время это идентифицировать. Это факты. Вы хотите представить это как-то совершенно по-другому? Это не так. И то, что Лукашенко взял на себя ответственность, и что следственные органы так быстро сработали, это огромная заслуга, в том числе Александра Григорьевича. Я думаю, что это заслуга тех россиян и тех израильтян, которых подключили. Вы говорите, что Лукашенко несправедлив. И сами себе противоречите. То, что он платит один доллар в месяц, это справедливо. Мне пенсию? Да. Почему? Я знаю одно, что вы ни в чем себе не отказываете, и, видимо, вам достаточно серьезно платят за то, что вы ненавидите Лукашенко. Вы профессиональный ненавистник Лукашенко. Вы знаете, я никогда не получил ни одного цента грантом. Вы это знаете или нет? Я преподаю в университетах мира. Так вы должны перед камерами, вы так и должны говорить. И я, нет, это не я говорить буду. Вас учили так говорить, что вы не получили денег. Я получил четырех почетных докторов, благодаря Лукашенко, потому что они меня принимали. Вот лучше бы вы занимались наукой, и не были бы мальчиком для битья у Жириновского, как сейчас. Но вы понимаете, в чем дело? Я знаю, что вы, политолог, политолог, с тобой ноете на сторону беззакония, меня это удивляет. Профессионалу это не к лицу. Второе. Значит, где беззакония? Это с моей пенсии, я вам поясняю. А остальное, я бы не могу говорить. И вопрос, не кажется ли вам, вопрос да и нет, не кажется ли вам кощунственным, что в тяжелое время, когда экономическая ситуация достаточно сложна, и вы знаете, кстати говоря, почему. Просто об этом не говорите. Почему она сложна? Потому что, например, на одних машинах покупки западных иномарок увеличились за это время в два с половиной раза. Это связано с вступлением, кстати говоря, в таможенный союз. И на один миллиард превышена покупка валюты за это время. Кроме того, люди типа вас через интернет, а Беларусь является первой страной среди СНГ по пользователям интернета, 30%, по-моему, распространяют огромное количество слухов. Например, не будет сахара. Сахара очень много, но сахар скупают. Сейчас, правда, магазины, вы до этого, может быть, даже выиграли, но проиграли люди. Вы защищаете не народ Беларуси, вы защищаете только оппозицию. Кстати, когда я не знаю, кого представили. И еще раз вопрос, один вопрос все-таки. Не кажется ли вам кощунственным, что в такое сложное время, именно в День памяти, в День скорби, 13-го числа собрались в Страсбурге, в Пассе и потребовали ввести экономических санкций в ваши оппозиционеры против вашего народа? Спасибо за внимание на ваш вопрос. Я был в Брюсселе 11-го числа. Я являюсь сторонником экономических санкций со стороны Запада. Почему? Экономические санкции, они бьют по режиму Лукашенко и не бьют по трудящимся. Смотрите, охрана Лукашенко, у меня была вся охрана, все вместе, я был первым лицом, было 9 человек, а сейчас более 2000. Посчитайте. Посмотрите, куда идут эти автомобили, о которых вы говорите, приобретает Беларусь. Автомобили, это вот элита, приближенная к императору, так сказать, к нашему нелегитимному президенту. А настоящий наш президент сидит в тюрьме. Сидит в тюрьме. Это либо Санников, либо Николаев, либо Статкевич, понимаете? Они бы пошли в кто-то из них во второй тур, они бы были выбраны бы. Это кощунственно с вашей стороны так трактовать, понимаете, экономические санкции. То есть вы хотите, чтобы Европа задушила Беларусь? Против режима, а не против народа Беларуси. Это не имеет значения как раз. Как это против режима могут быть санкции, когда кушает народ? А потому что он покупает вашу нефть за доллар, а продает за два. Вот, вот, я об этом говорил. И это не учитывается. Любой режим санкций ударит по простым беларусам, а элита хорошо живет. И советская, и нынешняя, и зарубежная, и внутренняя. И так всегда было. И царская. Борис Надеждин, ну, видимо, лучший друг Жириновского и Лукашенко. Знаете, я сначала, конечно, ужаснулся, когда теракт этот произошел. Потом я страшно обрадовался, что КГБ Беларуси схватило вот этих людей. Но дальше возникло два обстоятельства, которые заставили меня думать, к сожалению, что истинная роль КГБ в этой истории когда-нибудь прояснится, когда уйдет Лукашенко. Так, обстоятельства два. Про первое уже говорили. К пяти утра эти ребятишки осознались не только в этом теракте, но и во многих лет назад. Странно, что они не сознали изрывок домов в Москве, например. И в 91-го года декабря. Я на всякий случай скажу, что это очень молодые ребята. И, по-моему, если я не ошибаюсь, лет 25. Ну да, 25-27. Следовательно, тогда они были просто подростками. Представить себе, что они в состоянии обмануть белорусское КГБ, действительно лучшие на постсоветском партнерстве, я не готов. Но второе обстоятельство меня еще больше просто возмутило и поразило. Дело в том, что Лукашенко в рамках вот расследования этого дела распорядился жестко допросить и разобраться со всей оппозицией белорусской. Это означает, что он точно использует ситуацию переводить стрелки на них. И это так же дико, как если бы после ужасных терактов, а, к сожалению, в нашей родине, в России они чаще бывают, президент Медведев распорядился бы арестовать Жириновского, там, Зюганова, там, Немцова, Рыжкова. Не подстрекайте. Но это сумасшедший дом какой-то. У нас есть кого арестовать. Поэтому я абсолютно убежден в том, что вне зависимости от того, кто на самом деле это подготовил, а я думаю, истинная роль КГБ еще будет когда-то выяснена, вне зависимости от этого, безусловно, в выигрыше оказался диктатор, который под это дело скрутит в бараний рог окончательно всю оппозицию вообще. И еще одна вещь, Владимир Вольфович, меня знаете, что поразило? Да. А в начале своего выступления вы говорили в целом правильные слова, что да, там развалился СССР, трагедия для тех, кто тогда жил, мы согласны. Но вы при этом сказали, что прекрасно понимаете вот этих ребят, которые в знак протеста взрывают людей в метро. На мой взгляд, это уже шизофрения, Владимир Вольфович. Вы не так поняли? Ну, я раньше так и не говорил. Вы не это имеете в виду? Что мы воспитали такое поколение, которое может засуществлять такие взрывы? Сам анализ Лукашенко организовала, КГБ или Запад, вы не учитываете такой фактор, что вполне может быть, что этот теракт организован какими-то мафиозными, киневыми бизнес-структурами, которых Лукашенко обошел, и которых он там, белорусы это говорят, во время передела собственности нефтеперерабатывающих заводов, почему вы не учитываете, что может быть совершенно, абсолютно зримый такой фактор, как борьба коррупционных структур против власти? И дело не в проблеме в Лукашенко, и не в режиме, а просто борьба против власти. Позвольте, два слова я скажу, извините, два слова, дополнение, дополнение, вы говорите, почему об оппозиции, есть тоже информация, почему вы говорите, что к оппозиции такое отношение, нет, только, стоп, объясняй, в чем дело. Почему, какое отношение имеют профессора по фамилии Милингей и Милингей? Объясняю, возвращаясь к тому, что 30% пользователей интернета, была дана информация, что власть имеет отношение к теракту. Лукашенко прямо сказал, стоп, если у вас есть данные, что кто-то в властных структурах имеет отношение, вы обязаны эти данные предоставить. То есть это не аресты, а были вызваны на беседу? Обязаны доложить, если вы скрываете преступника во власти, и не говорите, вот это вы тоже ставите следу в ваших преступлениях. Никаких арестов среди оппозиции нет. И это верно. Гудбай сделал опрос в интернете, опрос обывателей, всех, кто пользуется интернетом. 73% высказали, что это дело рук власти. А больше никакой объективной информации и никаких, в общем-то, шагов оппозиции по этому вопросу не было. Я совсем коротко. Владимир Вольфович, а к сожалению большому, белорусы разберутся, кто это устроил, к сожалению большому, огромное количество политиков, вроде Жириновского, теперь получают очки, заявляя, что все это устроил Запад, ЦРУ, Америка. Так, Владимир Вольфович, удачи вам, удачи вам, давайте. Смотрите, декабрь 91-го года, я приезжаю, я должен выступать 20 лет назад. Так это вы были руководителем Белоруссии? Вы чего на меня натравили, Белорусский народный фронт? Вы им тогда руководили. Меня должны были убить. Я никогда не руководил и никогда не был в Белорусском народном фронте. Вы были руководителем Белоруссии. За что вы хотели меня убить у здания дворца спорта в Минске? Миллионы белорусов хотели меня слышать и услышать. Поэтому вы начали этот террор в Белоруссии. Я еще раз вам говорю, я никогда не был в Белорусском народном фронте. А народ Белоруссии хотел меня слышать. Я был бывший кандидат президента России. Как вам удалось выжить? А? Выжить как удалось? Бежал! Я вас, бежал! На вокзал! Бежал! На вокзал! Бежал! Бежал с своими охранниками, потому что это натравили на меня Белорусский народный фронт. При всем уважении представить вас бегущим несложно. Ну я тихо шел, на машине ехал. Да, прошу. Но в любом случае это была провокация. Владимир Вольфович. Никакого Лукашенко не было. Владимир Вольфович, прошу. Вы знаете, о существовании Белорусского народного фронта я узнал через два года после его возникновения. Может быть. Спасибо, прошу. Алексей Беневский, доктор политических наук, адвокат. Я уже шесть лет в Белоруссии бываю постоянно и как профессиональный юрист, и как ученый. Читаю лекции, и одновременно с этим у меня там есть юридическая компания. Я был приглашен независимым наблюдателем международным на выборы последние. Я там был весь день, встретил замечательных людей из народа. Павла Павловича Бурдина, союзное государство и так далее. Я видел и разговаривал с людьми на 20 участках. Я могу ответственно заявить с моим опытом адвокатским и опытом профессионального политолога, что большинство абсолютных людей голосовало абсолютно свободно за Лукашенко. Вместе с тем это люди, которые у нас на избирательных участках нету больше кафе, где подают пиво, прекрасные беляши и вкусную белорусскую еду. А там есть. И там можно посидеть и послушать. Эти люди говорили, да, у батьки там есть всякие недостатки, вот это нам не нравится, вот это. Это простые люди, не офицеры КГБ, потому что они в возрасте были. Вы говорите, там все молодые. Значит, на мой вопрос о том, что может быть надо поменять, они говорили, не, мы как-нибудь сами так проживем, а вот батьку менять не надо. Это первое. Второе, господин Шушкевич, конечно, вы, ну в силу возраста мне неудобно это вам говорить, но это правда. Вы лузер, к сожалению, то, что называется проигравший. И вы проиграли дважды. У вас была возможность в 1991 году реализоваться, и потом вы могли реализовываться, когда Лукашенко пришел к власти в 1994 году, и когда страна стояла практически в действительности на коленях, без валютных ресурсов, с неразрушенной, но не работающей экономикой, промышленностью и так далее. В банке в Центральном, после вашего икебича правления, лежала резаная бумага, там не было валютных и золотных запасов. Сейчас 4 миллиарда, несмотря ни на что. Конечно, Лукашенко не идеальный на сегодняшний день политик, но он транзитный политик на период перехода от абсолютно советской экономики к периоду, когда можно будет в интересах общества, народа, в благо, трансформироваться в более либеральные структуры. Теперь по поводу взрыва. Теперь понятие лузер. Вы заимствовали статье. Я не закончил. Вы очень долго говорите. Давайте будем говорить так. Я не закончил, я буду говорить. Вы просто жертва, не глядя на ваш профессионализм юридический. Вы жертва официальной белорусской пропаганды. Я жертва. Почитайте те листы, которые пропадают. И для жертвы, кстати, неплохо выглядят. Которые рассылают. Я жертва неплохо выглядят. Значит, официальная пропаганда, официальная пропаганда отсутствует. Официальная пропаганда, ее президент, и они получают все листы. И голосуйте против САГС. Я разговаривал с главой администрации Беларуси. Я разговаривал с министром информации. И я его критиковал за то, что у вас, говорил я, как жертва, я говорил, у вас нету контрпропаганды. Вы слишком спокойно себя ведете в сегодняшних условиях. Вы должны выложить все, что вы знаете. Какие деньги закачиваются криминальными структурами из России в целях дестабилизации вашей промышленности. Кто и как финансирует часть депутатов Европонравмента различными способами. И это все на сегодняшний день, наверное, будет использовано. Теперь по поводу взрыва. Вот во всяком преступлении должны быть обозначены заказчики, исполнители. И самое главное, чтобы его раскрыть, мотив. В январе этого года Лукашенко и правительство совершили гигантский прорыв с точки зрения либерализации экономики. То, что вы критикуете. 600 предприятий по программе приватизации выставлены на приватизационные процедуры. Это лучшие предприятия постсоветского пространства. Лучшие, которые белорусы сохранили. Которые их реконструировали. Которые реально сегодня можно купить за миллиарды долларов. Потому что Лукашенко и его команда, и народ самое главное, хочет работать на этих предприятиях. Сколько их купили? Подождите. Нет, сколько купили? Ответьте. Завтра купили. Сейчас я вам расскажу, сколько купили. Еще не сколько. Мотив сорвать приватизацию. Потому что Лукашенко не хочет сорвать приватизацию. Потому что западные компании и часть российских компаний хотят заплатить реальную цену. А есть другие силы, которые хотят украсть за те, по тем же процедурам, такие были использованы в России. Понятно. То есть это то, о чем вы говорили. Я думаю, я не знал эти факты, но мое предположение тогда оправдывается. Потому что действительно это в контексте начальней приватизации. Только единственный у меня вопрос к экспертам и людям, знающим Белоруссию. Я сам говорил, что он адекватен для переходного транзитного периода. Но у меня вопрос. Почему Лукашенко не создал вокруг себя команду людей, которые могли бы продолжать курс других условий? Хороший вопрос на вопрос к Лукашенко. Я не думаю, что эксперты могут... Нет, это я совершенно вопрос. Лукашенко многократно создавал команду. Но когда команда понимала, что надо идти не туда, в общем-то они либо исчезали вообще, как некоторые... Назовите фамилии. Или, в общем-то, Гончар... Гончар Классовский... Слушайте, у меня отшибла... Министр... КГБ. Их настолько мало. Понимаете, в чем дело? Нет, но это не категория много или мало. Белорусу вообще не много. Исчезли политики. Потом есть... Карпенко, в общем, как-то помер. Да. Непонятно, каким образом. Это много было. Я не готовился для истории сегодня вспоминать все это. Понимаете? И вот когда создается команда, которая говорит, надо подкорректировать курс. Вы меня простите, наш прошлый министр, премьер-министр, в общем-то, Сидорский, он, в общем, нормальным образом корректировал в курс. Разве вы видели, чтобы против него кто-то выступал? Потому что в этих нечеловеческих условиях он хотел... Мы уже завершаем второй раунд, поэтому у нас... Его надо было отодвинуть, потому что тогда доход теряет... Все время. Монолог ваш. Вы не демократ. Компания Лукашенко. Вы не даете никому сказать. Так, как вы. Вы мешаете нам. И белорусы не сказали. Уже скажите. Да. Ну, вот мне там задавали вопросы, Надеждин там что-то говорил и все другие. То есть, это может быть и мафиозные, так сказать, разборки. И внешний фактор. Но понимаете, что то, что я всегда предлагал. Ну, у нас урод получился. Союзное государство. Мы должны быть единое государство. Понятно. Одно. И граница России должна быть в Бресте. Но об этом вы правы. Вот. И тогда будет все хорошо. Тогда все наваляется. А вы все тащите под себя. Про уродов и про границу в Бресте. Мешочники вы все. Мешочники. Вы только что любили Белоруссию. И у нас мешочники. И у вас мешочники. Да. А надо думать о стране. Понял. То есть ваша любовь. О русском и белорусском. А что такое белорусский народ? Что такое любовь по Зеленовскому? Белый русский народ. Это когда равно не любят всех. Белые русские. Вы блондины. Так, присаживайтесь. И мы рады за вас. Я тоже блондин. Так, блондины, присаживайтесь. И вы блондин, присаживайтесь. С нашим третейским судебникам. Нет, они говорят лучшее свое. Видите, и там, и здесь они считают, что так лучше. На мой взгляд, все хорошо. Единственное, что мне не нравится, что начинается противопоставление россиян и белорусов. Не надо забывать. Так вот он же пошел. Да, что из-за Лукашенко пытаются поссорить два наших народа. Не надо забывать, что именно с Белоруссией. Муссия находится между Западом и между Россией. Насколько я понимаю, Белоруссия находится в России. Всегда там находилась. И надо этот водораздел делать. То есть он чувствуется, что он все-таки оттуда больше. Конечно, потом насчет того, что оппозиция у них не антирусская. Она просто насквозь антирусская. Насквозь антирусская, так как и оппозиция среди здесь, вот там вот сидящихся. Националистическая. Вот посмотрите, куда они приходят. Это неправильно. В коммунальной квартире. Ну да, да. Ну вот Словакия и Чехия, ну уж какие братские народы, ну решили, что будут отдельно. Ну уж так были вместе, уж так столько было вместе. И такие прекрасные примеры, понимаете, там и Масарик, и старший, и сын. И, в общем, ну потрясающий пример. А Лукашенко, как бы то ни было, как известная фраза, он где-то, наверное, хоть и сукинцы, но наш сукинцы. Да, он все-таки. Если он делал все это в интересах России, значит мы его защищали. И больше всего беспокоить, чтобы Россия не было кредит. Мы продолжаем беседу с Андреем Николаевичем. Андрей Николаевич, ну интересные оказались эксперты, много версий. Какие-то показались вам достоверными? Мне показалось очень интересным рассуждение, в частности, господина Шушкевича, о том, что белорусское общество находится в состоянии усталости. В состоянии усталости. То есть как историк вам это термознагом. Да, это очень интересный момент, действительно. И показалось в этой связи интересным замечание одного из экспертов по поводу того, что общество находится в транзитном состоянии, и руководитель находится в транзитном состоянии. И вот эта усталость общества, транзитное состояние этого общества и порождает вот те сложности и те катастрофические неполадки в стране, которые мы сейчас наблюдаем. Действительно... То есть как в механике усталость системы начинает разрушаться. И вот то, что оппозиция поднимается, и она задавлена сейчас понимает, и то, что российская оппозиция сочувствует оппозиции. Кстати говоря, такого же рода, я думаю, что усталость будет нарастать и в нашем обществе. Она будет нарастать со временем развития цивилизационного и срединазиатского обществе, по мере того, как будет развиваться интеллигенция, молодежь, будет страиваться... Это общий исторический закон. Все это будет страиваться в общую мировую цивилизацию. И, естественно, вот в те транзитные нормы, которые исповедовали сегодня Лукашенко, они будут вступать на второй план. И в этой связи встает проблема взрыва. Конечно, я с интересом слушал очень наивные рассуждения о том, кто виноват, кого вскрыли. Понимаете, такого рода взрыв, преступление – это великая политическая тайна. Это всегда была тайной, когда в условиях вот такой усталости и транзитного состояния общества, кризиса общества, экономического, политического общества, внешнеполитического изоляции. Такое вот явление, как взрыв происходит – это явление политического порядка. И поэтому сегодня вскрыть все, так сказать, тенденции этого и вскрыть всех заказчиков – это практически невозможно. Это глубинные явления, которые не будут вскрыты, даже не вскрыты до сих пор. И Киров, и Гуиса Кирова и прочее. Я думаю, что в этом проблема сегодня. И очень интересный был вопрос по поводу того, к чему идет, кому выгодно. Прямо скажем, вот такая ситуация сейчас, она выгодна власти. Потому что власть может сказать – все, стоп, мы завинтим гайки, мы установим порядок. И вот та часть общества, которая еще не доросла до транзита, она скажет правильно, закрутить гайки, задавить оппозицию, закрутить всех. Понимаете, это закон природы. Согласен, Илья Конович, но сейчас в связи с законом природы мне надо пойти и задавить Жириновского, потому что, кажется, без нас с вами они чуть до драки не доходят. Очень хорошо. Не уходите далеко, сейчас продолжим. Господа, вот вращайтесь на позицию в этом раунде, вам предстоит отвечать на мои вопросы. Почему вы хотели в 91-м году с Жириновским расправиться? Я не хотел расправиться. Я был в Минске. Я любил Белоруссию, Минск. Вы знаете, я тогда считал, что политик, который, в общем-то, коммерческие интересы блюдет, поступает не совсем правильно, а не хотел быть к этому причастен. И когда мне помощник сказал, что господин Жириновский просит его принять, я сказал, как он вопрос, вот Мазы он хочет купить, там так, вы ему протекцию составьте, вы там директору позвоните, он хочет. Я сказал, я не могу его принять, скажите. Тем самым вы подорвали бизнес Белоруссии, могли Мазы продать. Нет. Что же плохого, если мы купим у вас Мазы? Понимаете. То есть самый москвич, директору завода позвонили, он продал три москвича. Понимаете, ну, дурная у меня привычка не знала, что надо было вам помочь, чтобы вы со мной поделились. В экономику. Ну, а теперь давайте вернемся. Я и не спросил у Каддафи, и у Саддама Хусейна, у всех надо просить. Нарварович, вас арестуют прямо здесь, в студии. Никогда. Чистые руки и чистое сердце. Все. Но, надеюсь, горячее. Не прилипло ни одной копейки. Сердце должно быть горячее, а голова холодная. Не дают, не дают мне, потому что я честный и чистый. Мне ничего никогда не дают. Да. Поэтому я стою здесь, а остальные, кто берут, к вам не идут, потому что они берут. Я не об этом, Нарварович. Я просто думаю, за мотыгой, что ли, сбегать, чтобы вы, как святой Франциск, пошли окучивать делянку-то мотыгой. Он тоже вот... Только вот в чем... Одна смена белья и честный, чистый... В Брюселе, в Страсбург я не езжу. Там ведомости не расписываешь. Извините, вот мы тут... Я пальцем не показываю. Да, мы тут устраиваем какие-то... Остальные оппозиции Белоруссии, я их видел не раз. В Страсбурге, в Брюселе. Вот вы сейчас об этом говорите, а в Минске хоронят людей. Понимаете? В Минске хоронят людей. Да. И мы скорбим. И думают, да что-то скорбь не видна. И они думают о том, что все хорошо, вот наговорили кучу всего, обвинили всех, кого могут. А как им дальше жить? Как людям вернуть уверенность в завтрашнем дне? То, чего у нас, россиян, уже, кстати, тоже давно нет. Вот, господин Чушкевич, вы говорили то, что Лукашенко такое, Лукашенко сякует, но вы как демократ хорошо понимаете, что есть понятие процедур. Нравится нам, не нравится. Есть понятие выборов. Идите на выборы и побеждайте. Любые возможности изменения административного ресурса, страшного давления всегда лимитированы волей народа. Когда народ отказывается это принимать, власть все равно меняется. Вы немножко ошибаетесь, Володя. Я сейчас вам скажу почему. У нас очень система похожа на советскую. Очень на советскую. И вот воля народа тогда ничего не играла. Вы приходили, там был один. У нас десяток кандидатов. Понимаете, в чем дело? Но нет подсчета голосов. Поэтому дальше, когда народ выходит 70 тысяч, больше, чем на Майдан, выходит протестовать, и его бьют, избивают этот народ, чтобы он забыл, что он народ, чтобы он думал, что он толпа. А, понимаете? И против этого, это патологическое состояние. Ваша Наталья Петровна Бехтерева, светлой памяти, понимаете, она определила это как устойчивое патологическое состояние мозга. Вот это состояние Лукашенко. Он свой извращенный подход, то есть вот свою власть он считает самой лучшей для Беларуси. Меня извините, я не понимаю. Вот я немного знаю о Беларуси. Не больше, чем пишут и показывают, как выясняется наше представление, хотя это братский, близкий народ, очень ограничено. Вот я смотрю, как себя вели наши соотечественники после теракта, и как себя вели беларусы. Беларусы вели себя как замечательные, достойные, потрясающие души люди. Таксисты подвозили бесплатно, автобусы работали бесплатно. Наши наживали. У нас научились. О подвигах, которые люди, вот оказавшиеся в метро, как они не бежали, а помогали ранены. Беларусы вели себя как беларусы. Но к беларусам я отношу всех граждан, которые являются гражданами Беларуси. Там и русские помогали, и евреи, и мы спокойны. И с мусульманами у нас все в порядке. Конечно, просто объясните мне, как с одной стороны, вот есть народ, который мы видим в его замечательных проявлениях, а с другой стороны, мне хотелось сказать, что это народ быдло, которым могут легко управлять, его волю подавлять, и он не способен выйти и отстоять свои права. Есть Россия олигархов с яхтами, с черт знает чем, с вилами на западе и так далее, и так далее. И есть Россия интеллигентов, российских интеллектуалов, которые, кстати, всегда были в не очень хороших отношениях с властью. И с советской, и с сегодняшней, и с прочей. Я возрадовался, когда мне показалось, Вы знаете, даже теперь интеллигенты в плохих отношениях и с белорусской властью. Нет, вы знаете, что я возрадовался, когда увидел, что... Наши писатели написали письмо Лукашенко с просьбой всего лишь изменить меру пресечения содержащимся под стражей операционного деятеля, у которого инфарк. За это их всех объявили операционными нонградами. Подождите, но это Борис Васильев, да, а Зори здесь тихие. Понимаете, когда такие люди вот обращаются к президенту, да он понятия не имеет, что это за люди. Он букварь римскому папе подарил, потому что сам недавно его прошел. Понимаете, это чудовищная история, потому что нельзя рассчитывать на интеллигентный поступок человека, который, в общем-то, является врагом интеллигенции, враг интеллектуалов. Но народ за него голосует. Подождите, ну вы можете себе представить, чтобы человек вручал орден Франциска Скорины, белорусский орден, и говорил, что Франциск Скорина гулял по Питеру. Да, Франциск Скорина помер за 150 лет до основания Питера. Понимаете, гулял по болотам, где потом будет Питер. Нет, гулял по Питеру. Вот понимаете, и это нельзя понять. Это можно отмучиться. Но он любит и дерьмо. Но Пулеон до тенца своих дней говорил по-французски с жуткими ошибками. Но вспомните, это был талантливый математик и блестящий артиллерийский офис. Что там было? Вспомните страшное. Суслов, Гришин, и какую идеологию навязывали. Страшную идеологию. А вас тянет туда, почему так не в обратную. Никто не тянет. Но эти люди были образованы. Образованы, да. Но парксистка образованы. Это верно, вы правы. Нет, они люди. Но они считали вот эту идею настолько правильной, что можно было многих загнать. Да и сейчас же как бумаг расшифровывается, знаете? Как? Государство, управляемое Лукашенко Александром Григорьевичем. Понятно. Молодцы! Молодцы! Владимир Ройч, давайте. Владимир Ройч, вы политик, много лет поддерживающий армию. Да, 22 года. Без перерыва. Как нам рассказал, в том числе и господин Шишкевич во время перерыва. Вы политик, 20 лет на политической арене. В течение всех этих 20 лет, по большому счету, Россия и Белоруссия все пытаются наконец-то стать единым государством не только де юра, но и де факто. Вот вы лично, как руководитель крупной оппозиционной партии, считаете, что такое объединение возможно? И почему до сих пор его не произвестно? Потому что были бы мы единым государством, то уже там многие проблемы бы, наверное, выглядели по-другому. Не скажу лучше-хуже, скажу по-другому. Объясняю. Значит, началось это 2 апреля 96-го года. Мы все обрадовались. В Кремле торжественный обед. Все приехали, наконец заключили все. Ельцин был слабенький. Лукашенко тоже еще особенно себя не проявил. Он только 3 года у власти. А вот уже попозже он окреп, и у нас пришло другое руководство. И Лукашенко стал претендовать не просто быть во главе Белоруссии, но и внутри союзного государства возглавить союзное государство. А вы, считаете, за него мало людей сейчас бы в России проголосовало? Я и говорю об этом. Мощный, красавец, широкие плечи выходит, всю вину берет на себя, говорит, я виноват, тут же находит. Естественно, наша политическая элита этого не хочет. И началось это вот противостояние. Поэтому я согласен со Станиславом Станиславовичем, давайте менять руководителей, давайте стандарты введем, давайте, пускай будет всегда много партий у нас, свободные и честные выборы. От этого ни русские, ни белорусы не отказываются. И вообще все любые народы. Но, вы понимаете, нельзя это делать через кровь. Ну, у нас была кровь в девяностоятем году. У вас теперь в одиннадцатом году кровь. Что же мы убиваем русских и белорусов все время? Так не знает же иных методов. Он все время хочет иметь состояние войны. Понимаете, всегда. Как Гитлер. Враги внутренние евреи, враги внешние французы. И у нас что? Враги внешние это Европа, а враги внутренние это оппозиция. Вы так же меня воспринимали в девяносто первом году. Я попросил, продайте-ка МАЗы нам. Че вы остановили? МАЗы. МАЗы. Не дам, не продам. Почему вы нам не хотите МАЗы продавать? Я не вмешивался в коммерческие дела никогда. Я чувствую, что вам завтра привезут пару МАЗов, все будет хорошо. СССР разрушены, связи все перваны. На заводе стоят МАЗы. Владимир Владимирович. Я лоббирую интересы русских промышленников. МАЗы нужны, а МАЗов нет. Вы мне скажите, не дам МАЗы. Владимир Владимирович. За деньги ведь не бесплатно. Я не регулировал, я не вмешивал. Простите, а зачем вообще нужен теракт? Для устрашения. Хоть раз было, чтобы теракт сыграл действительно политическую роль? Всегда. Теракты имеют только политическую подоплеку. Убивали царей русских, губернаторов, министров. Чем кончилась? Октябрьская революция. Народ устал. Лучше эти стервятники. Диктатура, но порядок. Вот так и хотят заставить белорусский народ или лечь под Лукашенко, или чтобы пришел какой-то белорусский Ющенко, или белорусский Саакашвили, или пророссийский придет. Вот это вот нагнетание идет. А зачем? Нормально белорусский? У нас достаточно избрали бы сейчас нормального президента, например, Санникова. Ну не получилось. Нет, получилось. Но реально, по факту. Но этот-то его посадил в тюрьму, чтобы не получилось нормально. Власть заражает. Власть самый страшный наркотик. Это те, кто дефектен по природе. Никто согласен. Дефектный. Мы все славяне. Петровна Бехтерева говорила. Все славяне дефектны, потому что мы сюда единство на века. Ну вы-то смотрели. Дружба на века. А что вы думаете, я в Кремль вошел бы, ушел бы оттуда? А вы знаете, как... Чтобы я подумал, а стоит ли мне уходить? Давайте я рядом с вами постою. Власть сладкая вещь такая. Что-то меня в Жириновске начинает пугать. Лучший. Во-первых, Катенко из тех славян. Как у нас вас называют? Когда... Говорят, что Жириновский это рупор Кремля. И я посмотрел. А Кремль-то и не знает. Выступил Медведев, президент, на своем блоге и рассказал, что такое Лукашенко. А после ваших вот этих заявлений, которые из интернета вышли, какая красота в России оппозиционная парка, условно оппозиционная, дает правильную характеристику Лукашенко. Президент, президент дает правильную характеристику Лукашенко. И через три дня премьер говорит, там он такой хороший Лукашенко, он же валюту общую подписал. Дурачил его Лукашенко, он тоже поверил. Хотя такой опытный человек. Есть, есть. Если говорите, что Лукашенко и бухгарьца не читал, а с другой стороны выясняется такой хитрый лист. И Гитлер Сталина дурачил, и Черчилль всех дурачил, и Буш всех дурачил. Вы знаете, есть еще способ. И Обама сейчас всех дурачил. Владимир Владимирович, вы меня просите. Все игры, маневры. Вот есть проблема. Желание быть одураченным. Да нет, Санислав Саниславович, есть одна большая проблема. Вот у меня кто из знакомых в Белоруссию ездит, а потом возвращается. Они вот сейчас на вас смотрят и не верят. Объясню почему. Потому что они видят, дороги есть. Местные гаишники денег не берут. И солнце всходит своевременно и заходят. А у нас и с этим опоздали. А у нас и дороги были. И вы еще посмотрите на границу. Мы еще в Смоленской области арендуем землю, потому что у нас люди, красть у нас нечего. У вас нефти сколько хочешь, леса сколько хочешь, а нам работать надо. Свои землевалы, еще на Смоленской работаем. Нашу нефть еще в 93-м украли. Да ну, в общем, все это же остается. Нет, нет, нет. У этих мальчиков ничего не остается. Те, которые наши украли, они и в Конституцию это закрепили. В России уже недра не принадлежат народу. Не волнуйтесь, все украдено до нас. Изменим Конституцию и вернем богатство. Но объясните мне, вот все, что вы говорите, никак не укладывается в логику, что Лукашенко нужен этот взрыв. Потому что, исходя из того, что вы говорите... Объясню, объясню. Вам же только что пояснили. Нет, то есть ему как раз выясняется не вовремя. Нет, это же прекрасно. Смотрите, оппозицию он и так уже все зачистил. Нет, нет, ведь оппозиция еще дышит. Ее надо придавить окончательно и бесповоротно. Ну, еще существует партия, когда ничего они не имеют. Да ведь он же как раз... Еще, в общем-то, существует. Да нет, тем же, что взрыв произошел... У нас две газеты, две газеты более-менее, более-менее недовольные. Сейчас еще прикроют, и эти он же может. Проблемы же гораздо страшнее. Есть понятие... Траники есть. Когда произошло вот этот теракт, и то, что вышел Лукашенко и взял на себя ответственность, он, по большому счету, заранее сказал, что он перестал быть богом. Он не смог обеспечить безопасность своих граждан. Это вы так говорите? Да, я думаю, это любой нормальный человек так говорит. А он убежден, что он покажет людям, как он раскрыл эти происшествия, А какая разница? И потом перебьет всех тех остальных, которых он за счет нужных к этим отнести. Да хоть кого угодно перебей, но для террористов это знак, что А, это возможно. Для обычных людей это знак, что наши жизни, оказывается, не могут защитить. Люди в метро погибли. Абсолютно правильно. Поэтому через некоторое время эйфория от любого раскрытия тут же подменяется диким количеством теорий, что на самом деле взяли других. Наталья Петровна Бехтерева дает очень... Я вас умоляю, я очень уважаю Наталью Петровну Бехтереву. Она умерла. Я в курсе, но вы третий раз уже. Вы ее в третий раз. Она четко объясняет, что это за люди такие. У меня тоже устойчивое патологическое состояние мозга. Нет, у вас нормально. Это хорошо. Нет, поверьте, поверьте, уже нет. Устойчивое патологическое состояние мозга. И вот, понимаете, эта патология, она отражается на белорусских гражданах. Понимаете, человеку хочется столько власти, что он готов сделать кому, хочет сколько угодно плохо. Зачем? Для того, чтобы сохранить эту власть. Но ему в этом положении как раз вот этот взрыв смерти подобен. Он его лишает возможности сохранять власть, а не прибавлять. Но посмотрите в историю. Посмотрите в историю. Теракты приводили к обратным последствиям. Станислав Станиславович имеет в виду, что это возможно откроет дорогу Лукашевичу к установлению прямой диктатуры. Разогнать парламент самый слабый. Запретить социал-демократическую партию Шушкевича. Зарыть последние две газеты. У нас есть назначенные назначенные и мы постепенно превратим Белоруссию в девятый федеральный округ. Я боюсь другого. И наш полпред сядет в Минске. Или вы, или Лукашенко. Я-то боюсь другого. С нашим комиссаром. Комиссаром будет Надеждин. Владимир Амурфович, Цыпко вас будет министром идеологии. Когда вы прикидываетесь неинтеллектуалом, я в это не верю. Вы отлично знаете, что есть белорусы, есть белорусский народ, есть белорусская культура. Националисты? Они русско-настроенные? Националисты в хорошем смысле слова. Ну что, русских не любят? Нет. Они хотят показать, что они умеют хорошее. И они любят всех. Ради него. И никого не ненавидят. Согласен. И теперь вы говорите, что Россия большая, нас бы туда. Не надо. Посмотрите, Словакия, как сработала. Да, вы рассказывали. Словакия не было татаро-монгольского игоря. У нас тоже не было Белоруссии не было. В Словакии взял Гитлер под гормошку. В Белоруссии не было. В Словакии и Чехии пиво одно у них. Белоруссии не было. Я съездил в Монголию, сейчас посмотрел, они говорят, что... А мы с вами страдаем. Все войны через Минск и Москву. Все войны. Утюжат туда, сюда. Я думаю, что... Вы не скажете, что меня монголы приглашают, чтобы... Вот в монгольский Меджизм меня приглашал не было, когда... Завоеватель, кровавый диктатор. И он у них сегодня будет. Ездите в Монголию. Я думаю, что вас перевоспитают тоже. Это страшно. Я думаю, что вас перевоспитают тоже. Я написал в последнюю книгу «Монгольская конница». Мы до сих пор по ней скачем. И Лукашенко на своем коне монгольском, сеть Минске. По-моему, я согласен с вами. Похоже. Но не допустим провокации против... Да здравствует Россия и Беларусь! Да здравствует. Живее Беларусь! Живее Беларусь! Вы меня извините, как всегда Владимир Больфович уходит на какую-то другую тональность. А вместе с тем хотелось бы вернуться на грешную землю. Ясно одно. Во-первых, мы должны белорусскому народу. Во-первых, получилось то, что относясь к нашим братьям и ближайшим соседям со всей теплотой, мы ничего о белорусах не знаем. Мы не знаем об их великой многострадальной истории. И у нас мало и на телевидении, и мало в прессе. К сожалению. Владимир, ваши интеллигенты знают. Вы знаете, мне здесь... Объяснять часто нечего. Я согласен с вами. Но мы с вами говорим обо всем народе, потому что вот идея вычленения интеллигенции... Так и мы, белорусы, о себе плохо знаем. И мне кажется, что все-таки, когда мы говорим о союзном государстве, об уважении друг к другу, надо видеть друг друга не только в момент трагедии. Да. Да. И получается, что мы теряем многовековые братские связи. Да. Объединяться надо снизу, а не сверху. Абсолютно верно. И должно быть объединение и культура. И мне не нравится то, что, к сожалению, сегодня зачастую звучали крайне негативные ноты, которые многие, смотрящие нас в Беларуси, могут спроекцировать и на себя. Да. Подумать, что мы враги противники. Мне просто очень хочется, чтобы ни у кого не возникло даже подозрения на возможность разорвать братские отношения. Скажите сейчас всем, что я во всем прав. Скажите, Владимир Вольф, вы во всем правы. Я шел сюда. А я вам говорю, Станислав Станиславович, уважаю, люблю вас, как настоящего белорусского интеллигента. Дружба навеки, навсегда. Дружба русские и белорусы. Понятно. Живе Беларусь. И живе Россия. Итоги голосования телезрителей, решите представить нашего третейского судью. Он следил за вашим поединком из секретной комнаты. Это советник Российской академии наук, замечательный историк Андрей Вячеславович. Сейчас он все испортит. Извините, Андрей Николаевич Тахарович. Сейчас он нам все испортит. Простите, Андрей Николаевич, сбивают эмоциональные вопли друзей. Бывший директор. Прошу, Андрей Николаевич. Бывший директор. Я думаю, что... Который проявил мудрость и не стал на одном кресле сидеть столько лет, сколько Лукашенко уступил в дорогу молодых. Я думаю, что дискуссия прекрасно показала и подтвердила, что Беларусь находится в состоянии переходного периода. Именно того транзита, о котором сегодня говорили. Ясно совершенно, эта дискуссия подтвердила, и что то, что вот этот переход не будет гладким, не является гладким и не будет гладким. Своим путем шла Прибалтика, своим сложным путем и порой очень тяжелым путем шла Украина. Сейчас наступает пора Беларуси. Я думаю, что самое главное вот в этой ситуации, чтобы вот конвульсии этого перехода не заканчивались взрывами, преступлениями, криминалом, расстрелами, тюрьмами, чтобы все это шло на путях гражданского общества. Такая возможность в Беларуси есть. Вот то новое поколение, те новые силы, которые Беларуси имужают, они как раз предполагают к тому, что Беларусь по этому цивилизационному пути пойдет так же успешно, как и другие цивилизованные страны мира. Спасибо большое. Это было мнение нашего третейского суди. Перед тем, как мы узнаем мнение народа, хотелось бы отметить, что, к сожалению, нынешнее любое государственное устройство не гарантирует безопасность граждан и отсутствие терактов. И, конечно, необходимо до конца довести следственное мероприятие, получить достоверную информацию, провести это расследование максимально открыто, как это возможно, принимая в условия обстоятельства, чтобы у людей не возникло ни малейшего подозрения, что действительно виновные найдены, что те, кто заказал это кровавое преступление, не уйдут от ответственности и подумать, что делает нам всем вместе, чтобы уровень террористической угрозы не был столь страшно высоким, как он, к сожалению, сейчас в нашей дне. А вам осталось узнать, кого из вас предпочел российский и белорусский народы. По результатам интерактивного голосования с большим перевесом победил Владимир Жириновский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова